Достаточно долго, поэтому путь пройден немалый. Знаем, каково это. Ну и таким же поясом, только в наилегчайшем весе, обладает Гога Шаматава. Сейчас, однако, разыгрывается другой пояс. Пояс чемпиона Европы. Его сейчас он разыгрывает с бразильским представителем Португалии, Диего да Сильва Фенейра. Начинает бразилец бой с желтой карточкой. Так как провалилось взвешивание, причем на довольно серьезный вес, на полтора-два килограмма. И, в общем-то, невооруженным глазом видно, что бразилец существенно больше Гоги. Гога пресендует. Как всегда, ведет манеру в своем стиле. Идет только вперед. Интересно, что первым спортом Гоги Шаматава было не каратэ, как я в свое время думал. Что можно подумать, наблюдая его технику, о футбол. Да. В футболе я идешь, он очень хорошо играет. Двигается технично, легко. Ну и отсюда же жесткий удар ногами. Да. Успел перестроиться. Получилось у него это. Хотя это, конечно, большая редкость. Когда Спасной меняет профиль. И у него получается так же хорошо. Ну, сейчас Спасной поднимает стойку. Я думаю, что Гога также продолжит жестко прессинговать. Но он почувствовал слабость соперника. Да, все-таки португалец, будем называть его так, больше работает в ударной технике руками. Сейчас был такой мах ногой. Но все-таки из реальных действий больше это удар руками. Гога Шаматава известен нам как яркий ударник. Но, в принципе, бороться он тоже умеет, что показали предыдущие его бои. Бой до этого у него был также с бразильцем. То есть, определенного рода это все-таки вендетта. Сумеют ли бразильцы сейчас своеобразный реванш вернуть в этом поединке, мы узнаем. Но Гога прессингует. Не так много спортсменов исповедуют такой стиль поединка. То есть, постоянный прессинг. Мне приходит в голову Гога Шаматава. Очень остро работает. Да, и Конан Макгрегор, как бы не хотелось произносить это имя. Остро работает. Его снова увидели мы с вами. Фронт-кик. Я так понимаю, что есть задача отбить еще лоу-киками ногу бразильского спортсмена. Посмотрим. Бразильцы пока держат удар. И в ответ очень неплохие делают покидки рукой. Но Гога пока все видит. Много поединков сегодня были отмечены этой комбинацией. Удар дальней рукой на лоу-кик. Комбинация классическая. Вот бразильец, видимо, думает примерно так же заготавливает дальнюю руку. Мне кажется, у него нет четко собранной ударной техники в полном смысле. Ну да, он сторонник все-таки борьбы, очень опасно сейчас было, конечно. Ну и он, как бы это сказать, не сколько боксирует, сколько дерется. Да, ну, тоже знаете, что опыт долг и в боев. Вот Гога пытается показать, что все под контролем и все станет. Ну, он же опытный боец. Слушает многие. И вопреки, как бы, мысли многих, он всегда ищет себе самых сложных соперников. Разные ситуации бывают. И соперники у него снимались. Но сам он всегда просит себе самых тяжелых спортсменов. Как интересно вышло из всех этих положений. Вот эти бэквисты на выходе. Вещь очень интересная. Очень опасно, конечно. Выбегал спиной с отпущенными руками. Но, тем не менее. Ну, с другой стороны, вроде бы, ты показываешь человеку спину. Он на тебя бежит, опустив руки. И здесь как раз приходится бэквист. Некоторые это используют специально. Бывает то, что прокатывает. И получается хороший красочный нокаут. В общем, есть ощущение, что пока у Гоги все получается. Чувствует там своего соперника. О, может, этот кончик начинает ногу пробивать. Чувствуется. Так, как не пытается беречь ногу бразилец, удары проходят. Ну, сразу видно у Гоги явная такая каратистская, декушиновская. Пробил бэквист, причем пробил хорошо. Удар зашел. И видно, что подвстал на ногах бразилец. 15 секунд. Успеет ли реализовать? Тоже огрызается. Насколько я знаю, старший брат у Гоги является каратистом. И Гога вдохновлялся как раз его примером, приходя в единоборство. Время. Время. Не очень хорошо слышно было гонг. Мы с вами сейчас увидим второй раунд. Главного боя турнира Прайм. Битва на Кубани. Вот сейчас очень удачно подставил колено бразильский спортсмен. И еще раз удачно огрызнулся. Сбил уже подряд две атаки Гоги. Возможно, чуть подсобрался. И не так на него повлиял пропущенный удар. Что случилось? Пропустил. Пропустил джеб. Гогу, уходя вниз, показывая проход в ноги, пробил хороший джеб. Да, многие так относятся к этому движению. Как к чему-то не очень серьезному. Но джеб может приносить действительно серьезные плоды. Это не только удар, которым можно прощупать человека, замерить расстояние. Им можно и вполне себе послать нокдаун. Такие случаи, что я знаю. По-моему, все-таки восстановился бразилец. Ну, все равно эффект накопления есть. И крути, не крути. И удары по ноге. Его обездеживают подконечко. Если раньше Гога чаще бил правой рукой, тире ногой, то во втором раунде он периодически начал менять стойку, чтобы зарядить левую ногу. Меняет стойки Гога Шаматава. Вообще интересно, если, к примеру, он удачно защитит сейчас свой титул. Скоро ли мы увидим его на западе? К примеру, в Белатар или в ЮСи. Видите, Алексей Яценко является не только промоутером, а также менеджером. И многие из бойцов успешно выступают на западе из его бойцов и в наших ведущих организациях. Поэтому этот вопрос, наверное, будет более корректнее ему задать. Поэтому он повис в воздухе. Этот шанс, когда с нами был Алексей Яценко, мы не использовали. Здорово. Отлично сейчас прошел удар. Молодец, Гога. Очень хорошо. Еще оттянуться, оттянуться. Сейчас, конечно, рубиться нельзя. Ну, молодец, бразильец, стойкий. Вроде бы много уже ударов, но... Гога снова огрызнулся. Я думаю, уже серьезно отбита нога у бразильского... Нога, видно, что очень сильно. ...португальского спортсмена. Приходится заставлять себя это говорить. Гога, 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 Гога. Возможно, селезенку печени отсюда не очень четко было видно. Еще одно попадание. И будет ли сейчас реализовано добивание? Попадание было в корпус. Да, и сейчас снова он... Будет ли такого? Стал бразилец, продолжает. Вышел, но ничего себе. Очень терпеливый. Чувствуется привычен к драке. Жизнь заставит, да. Ну, фавелы. Все мы про них слышали. Здорово переводит с джеба в корпус на бэкфист. Чувствуется очень серьезный уже отбилый корпус. Сейчас надо, конечно, кидать удары в голову. Они будут чуть неожиданней. Вообще очень здорово раскидывает этажи. Здорово. Еще попадание. Будет ли остановка? Пассивная защита. Я думаю, что это остановка. Да, я думаю, что пора. Нет, встал опять. Ну, красавец. Как это возможно? Ну, красавец. Ну, мужчина. Мужчина. Сейчас важно еще не зазеваться. Вспомнился бой... Чуть-чуть дальше Эрика Пелея с Антонио Сильво. Антонио Сильво тогда казался непобедимым в принципе. Был такой момент. И избивал, избивал своего оппонента. Однако, он взял и выкинул жесткий боковой удар, тем самым решив искусство встречи. Это было первое поражение, насколько я помню, Антонио Сильво. Сейчас, я так понимаю, что бразилец именно что приходит в себя. Он лежит для того, чтобы отдохнуть. Тянет время, знает, что Гога не пойдет к ему в гард. Не очень традиционное для наших трибун осуждение спортсмена. Я, честно говоря, встречал такое в России сегодня несколько раз. Как, по-вашему, воспользуемся перерывом? Насколько тактично со стороны зрителей осуждать спортсменов за пассивное ведение поединка? Ну, знаете, все-таки это бой... Спортсмены-то рискуют жизнью, я извиняю, здоровьем. Здоровье и плюс поражение, которое принесет ему больше минусов. Нежели, если болельщик или зритель не получит ожидаемый, скажем так, зрелищик. Какие-то, может быть, крови, ударов сильных, нокаутов. Поэтому задача спортсменов, в первую очередь, победить. Тактически, грамотно переиграть, может быть, где-то перехитрить даже. Но по-честному, все равно надо работать честно. Что, собственно, и спортсмен из Португалии нам демонстрируют. В Соединенных Штатах такое осуждение трибун является довольно традиционным. В Штатах это нормально. У нас я такое слышу. В общем, это почти в диковинку. Ну, да. Ну, однако, мне трудно понять, на что могут жаловаться зрители. По-моему, фантастический совершенно бой. И если мы в следующем бою увидим Гогу Шаматауу где-нибудь в UFC или Беллатор, таки, о чем сейчас многие говорят, я совершенно не удивлюсь. Он делает все. Он делает шоу. Он дерется с хорошими спортсменами. И он побеждает. И уважительно относится к своим оппонентам. Что, собственно, в полной мере заслуживает Диего да Сильва Пинейра, который настолько фантастически показывает сейчас свой характер. По-настоящему яркий поединок. И третий его раунд. Гога работает с дистанцией. Чувствуется, берет небольшую паузу, чтобы подышать. И подышать, и самому остановиться. И все-таки немножко приучить соперника к дистанции. В Португале все-таки Диего он работает с дистанцией не очень хорошо. Он сторонник именно борьбы, плотной, плотной работы. При этом, обратите внимание, у бразильцев традиционный сильный партер. И зачастую ударная техника. А вот навыки борьбы, навыки переводов практически всегда довольно слабы. Такой парадокс. Наверное, это мозаика единоборств. Она на той мозаике, что раскидана по миру какими-то частями. Пауза, но есть полное ощущение, что скоро она будет заполнена взрывами. Тут еще стоит заметить, что все-таки Гога несколько меньше своего оппонента. На взвешивание португалец показал на полтора или даже чуть больше килограмма больше. И поэтому именно такая ударная манера для Гоги сейчас, в общем-то, единственное возможное. В борьбе возиться с португальцем ему сейчас совсем не с руки. При том, что обратить внимание, лишнего веса визуального у португальца-то нет. То есть это все рабочие мышцы. Отличное впадание в корпус. Стопой, не пяткой, но в любом случае очень сильной. О, здорово! Правый прямой в корпус, левый в голову. Прям по классике. Работа по уровням, по этажам. Очень яркая работа. Рефери спрашивает бразильца-португальца, готов ли мы продолжать бой? Кто-то прямо встает. Чувствуется, сейчас жесткое было попадание в корпус. Уже опущенные руки. О, Боже, подустали. Гога что-то ему рассказывает. Видно, не дает. Мне кажется, Гога сейчас подсказывает своим секундантам, чтобы они ему меньше подсказывали. Очень много у него секундантов сейчас. Всех слушать, конечно, довольно тяжело. Постоянная работа по этажам. Левый в корпус, правый в голову. Правый в корпус, левый в голову. И регулярные лоу-кики. Темп упал. Но то, что он упал в концовке третьего раунда, это очень серьезный показатель. Левый, держи, правый весь мир. Левый, держи, правый весь мир. Хорошо. Очередная у Шира. И обратно. Все бразильцы умеют. И даже подраться может. Да, и зарубился так хорошо. Спортсмены, которые вот так дерутся, именно дерутся, больше, чем боксируют, они очень опасны своей нестандартностью. Согласитесь, всегда неудобно работать. Это однозначно. С такими спортсменами. Потому что они... Настолько неудобно. Непонятно, что он будет делать, по какой траектории. Потому что приходится подстраиваться и делать тоже непредсказуемые вещи, чтобы как-то хоть удивить его. И делать это лучше. Да. Остается 20 секунд. Ну и зрители до сих пор праве ожидать досрочного завершения. Трибуна оживляется. Самая концовка. Еще одна попытка. Удара будет ли перевод? Перевод есть. Бразильце есть считанные секунды, чтобы что-то сделать. Вот самый последний эпизод, безусловно, за ним. А так Гога, по-моему, показал отличный поединок. Да. Но хочу отдать должное португальцу. Я не ожидал, что он... Мало того, что выстоит после такого количества ударов. Будет каждый раз вставать и каждый раз отвечать. Обратить внимание, как тяжело сейчас стал. Очень сильно. Хромает. Но при этом благодарит публику. Вежливые ребята. Ну здорово. На самом деле подарили нам замечательный поединок. Люба, дорого было на него смотреть. Протокол есть протокол. Мы сейчас ознакомимся с решением судей. Как мы видим, сейчас травмирована нога у португальского спортсмена в районе лодыжки. Есть опухоль. Вероятно, сломал сломал ногу португалец. Денис, пока есть пауза о ваших ближайших планах. Когда и где мы вас увидим? Я готовлюсь на тренере Сибири, который будет проходить 23 декабря в городе Москва. Хороший тренер с тренажными боями, если не ошибаюсь. Предновогодний. Один из самых массовых. Поэтому всех приглашаю. Не пожалеете, это 100%. Ну, надеемся, увидите ваш титульный бой. А сейчас поздравляем Гогу Шаматаву с защитой своего титула чемпиона Европы.